Всем привет! Меня зовут Майя Лудкова и я на стройке коронавирусной больницы. Зачем вообще она нужна? Как идет ход стройки? И что чувствуют люди, живущие рядом? Все узнаете в этом выпуске, но сегодня я не одна. Со мной мой коллега Саша Макошенец. Ребята, всем привет! Я приготовил для нас, чтобы мы были в безопасности. Без них нельзя здесь. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Потому что мы сегодня встали в 6 утра с Сашей, чтобы сюда доехать. Погнали! Ой, ну хоть с погодой нам сегодня повезло. Солнышко! Я надела все самое старенькое, что не жалко. Я надел свою лучшую куртку для этого события. Идем вот оттуда. Туда! Мы в Новой Москве. И здесь строят новую инфекционную больницу. 7 тысяч рабочих в сутки, 35 строительных компаний. На стройку у них всего лишь один месяц. За это время они должны возвести лечебный блок, реанимацию и даже общежитие для врачей. Ну и чтобы сюда было удобно добираться, расширяют Калужское шоссе. Всего больница рассчитана на 700 пациентов. Если работы завершатся в срок, именно сюда привезут на лечение больных коронавирусом. Вот вроде кажется гигантская территория, но тут так тесно! Посмотрите, куча КамАЗов, куча людей, все так толпятся. В целом под строительство больницы отдали 80 тысяч квадратных метров. Здесь даже есть вертолетная площадка. Видите, это лечебный блок. Всего таких домиков 12. Еще 16 зданий. Блок реанимационный. Ну сейчас еще пока стен здесь нет, но в какой-то части уже стройматериалы завезли. Извините, пожалуйста, а что это за стройматериал? Не помните? Сэндвич панели. А, это сэндвич панели, господа, вот меня подскали, спасибо. Ааа, что я наделала? Стекловату руками потрогала, молодец! Первое, что делают рабочие, проходит эпидемиологический контроль с помощью вот такого инфракрасного луча. Сейчас я тоже попробую что-нибудь сделать. 34,8. Возможно, возможно, это не температура, а психологическое состояние. Потому что маловато. Это правда? Если человек приезжает сюда заболевшим, вы его просто разворачиваете и отправляете обратно? Значит, на входе замеряется температура, но если вот из моей, то что я здесь нахожусь уже третью неделю на этом объекте, я не слышал, что здесь кого-то обнаружили и кого-то забрали. То есть у каждого рабочего здесь 36,6? Можно быть в этом уверенным? 36,6. На осмотр локации приехал Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики. Андрей Юрьевич, задам вам вопросы, которые больше всего интересуют зрителей Ютуба именно. Во-первых, почему в Китае строят за неделю, а у нас за месяц? Сама работа на площадке у них заняла 10 дней, но подготовка по изготовлению контейнерных конструкций заняла более полутора месяцев. То есть коллеги сначала запроектировали в декабре, много заводов и фабрик у них выполнили работы, и на объекте произошла сборка за 10 дней. То есть суммарно общая стройка у них заняла больше двух с половиной месяцев. Мы же все вместе начали 12 марта и параллельно выполняем проектирование, изготовление конструкций, вентиляторов, оборудование и так далее, и стройку. Поэтому выглядит, как будто мы работаем чуть медленнее. На самом деле мы в темпе работаем быстрее. Они его разберут и применят конструкцию на других площадках. А у нас капитальная площадка. У нас капитальная на долгие годы. Это не мобильный госпиталь, который там быстренько собирается. Это мощный современный медицинский центр, направленный на лечение не только монозаболевания, то есть коронавируса, а который будет приспособлен для лечения людей, которые в будущем, не дай бог, любыми заболеваниями инфекционными подхватят их. Сейчас я вам покажу, как выглядит лечебный блок. Одна палата готова, чтобы показать все максимально достоверно. Смотрите, заходим с улицы. Здесь такой предбанничек. Очень интересное окно. Это окно для кормежки. Вот сюда будет класться еда, а пациент сможет с другой стороны открыть дверцу и забрать свой обед. Смотрите, видите, такой предбанничек. Здесь будет проводиться санитарная обработка каждого, кто заходит в палату. Дальше еще одна дверь. Заходим, видим туалет, раковина, и вот я вместе с вами в зеркале. У каждой палаты есть свой туалет с раковиной, это очень клево. О, даже душ есть, видите, прикольно. Только как он будет... Тут, наверное, бортик должны установить для того, чтобы вода не растекалась. Но я надеюсь, по крайней мере, что так будет. А вот как выглядит палата. Заходим, еще одни двери. Раз койка, два койка. Здесь, наверное, есть у каждого индивидуальное освещение. Можно будет книжку читать, если вы в состоянии. Это для капельниц. Вот такая палата, небольшая, немаленькая, нормальная. Так, а это окошко, смотрите. Там наши ребята. Саша, привет! Ну, пока Майя находится здесь, по ту сторону стекла, я нахожусь в коридоре, где, собственно, вскоре уже будут ходить врачи. Майя побывала в первой, единственной палате уже готовой. Здесь пока что только помещение, которое в разработке. Ну, вот мы можем, например, в одну из них зайти посмотреть. Здесь пока все еще только находится в состоянии стройки. Но, тем не менее, вот еще одна такая палата. Как видно, она пока что еще не готова. Но, опять же, это вопрос времени. Смотрите, на койках есть комплекты. Видимо, будут каждому больному выдавать полотенчик. Вот постельное белье. Языкей, похоже! Реально, языки и постельное белье с полотенчиками. Прикольно. Не умирай! Говорят, что эту больницу удастся супербыстро открыть, потому что сейчас параллельно со стройкой закупают все необходимое медицинское оборудование. МРТ, КТ, рентгеновские аппараты. Ну и, конечно, для вентиляции воздуха легких. Тоже это очень важно при коронавирусе. Больница рассчитана на 500, 600, 700 человек. А если пандемия охватит тысячи заболевших? У нас это не единственная больница, которая занимается вопросами лечения коронавирусом. И в городе огромное количество лечебных учреждений, готовых выполнять такую работу. Здесь мы строим в дополнение к нашим резервам, строится специализированный центр, который только будет заниматься только инфекционными заболеваниями. То есть это такое подспорье нашим врачам, и в случае, если будут особо тяжелые, скажем, заболевания, больные, та команда врачей, которая здесь будет находиться, она сразу будет заниматься такими случаями. Это бесплатная больница, правильно? Бесплатная городская больница. Добираться до этого места довольно проблематично, поэтому здесь специально есть вот такой блок для медицинских работников, которые тут будут жить. Ну, если совсем упрощать, это общага. Как заходишь, сразу тебя встречает вот такая вот приятная пастельная плиточка, отдающая чем-то советским. Пойдемте внутрь. К сожалению, ничего, кроме как стены, мы оценить не можем. Стеклопакет, можем проверить его качество. Опять же, оценить пока сложно, но все стоит ровно. Окно нам не открыть, потому что вот эта вот бетонная плитка нам мешает. Но в остальном, кстати, не может ли она свалиться сейчас на меня? Об этом я не подумал. Кстати, такая мысль интересная в голову пришла. Здесь же работают разные застройщики, правильно? Подведчики, подведчики. То есть они на рынке конкуренты, а здесь они коллеги. Мы сказали, ребят, здесь вы не зарабатываете деньги, здесь вы решаете государственную задачу. Все это прекрасно понимают, многие просятся, ну, все компании говорят, мы с удовольствием хоть что-то сделаем здесь. Потому что мы хотим быть сопричастны к тому большому делу, к которому Москва, вообще страна, готовится для того, чтобы бороться с вирусом, спасать наших людей. И поэтому все понимают, что это их миссия, а не бизнес-задача для них. Достойно. Вот здесь типит самая работа, длиннющие коридоры и огромное количество людей. Честно говоря, хочется надеяться, что когда больница заработает, людей здесь будет все-таки поменьше. Здравствуйте. Вот здесь слышен звук, который часто можно услышать в 5 утра, в субботу, когда ты еще спишь, а твой сосед уже нет. Здравствуйте. Скажите, а у вас нельзя попросить сделать такой мазок? Может. Ох, ответственность просто неимоверная. Так. Так себе, да? Ребят, техника слепого мазка. Даже смотреть не буду. Не, не очень? А, нежно, понимаете? Как иномарку ведешь. Вот как-то так. Ага, понял. Я серьезно говорю, это, блин, сложно. У меня не получается. Там чертежи, и я, как истинный гуманитарий, ничего не понимаю. Извините. Зрители всегда очень внимательно следят за работой чиновников во время таких, ну, очень сложных времен. Скажите, пожалуйста, вот как на вашей личной жизни отразилась ситуация с коронавирусом? Мы только работаем сейчас, все эти дни, да? У нас совещание здесь на объекте дважды в день. И у меня еще зайдут совещания с поставщиками, с изготовителями там на объекте. Поэтому, конечно, для нас это стресс, для нас это напряжение, для нас это большой тяжелый труд. Конечно, лучше бы этого не было. И даже если мы построим госпиталь, и он не понадобится, мы все равно будем рады, счастливы, что мы подготовили для города, для наших людей, вот такой резерв, где мы сможем в самые тяжелые случаи наши ребята, врачи могут лечить, спасать, соответственно, дарить жизнь. Андрей Юрьевич, ну, все-таки вы самый главный на всей этой стройке. Вы можете из дома с чаем на удаленке курировать или нет? К сожалению, к сожалению, без энергии руководителя, без его примера, подвиги не случаются. Мне скажите, руку поднимите, кто не готов выполнить задачу в поставленные сроки. Уверяю вас, мы все равно ее выполним даже без вас. В жюклее, я на вас надеюсь. Основным людям и так тяжело, да, руководителям, ребятам рабочим. Они не выдержат такой темп, чисто психологически. Поэтому мы, плюс, необходимо каждую секунду принимать решения, которые в обычной жизни вы заняли бы месяцы. Смотрю, какая сеточка. Посмотрите, прямо рядом с больницей большой лес. Здесь воздух должен быть, по идее, чище, но я пока не могу этого оценить. Больницу строят в деревне Голохвастово, это Новая Москва. Здесь примерно 40 домов, совсем немного людей живет. Но, тем не менее, они переживают, что все-таки это больница инфекционная. Плюс сейчас идет стройка, ну и образуются, соответственно, пробки. Сейчас мы узнаем у местных жителей вообще, как они к этому относятся. Они переживают. Я верю своему правительству и своему дистанту. Здравствуйте. А вы здесь живете? Да? Можно я чуть-чуть с вами просто пообщаюсь? Да не переживайте, мы... В моем состоянии я даже не знаю, что сказать. К строительству и к тому, как это организовано, относимся отвратительно. Жители беспокоятся о том, как будет обустроена канализация, водопровод, как будут перерабатываться отходы, потому что от этого зависит наше здоровье. У нас у всех колодцы, скважины. Мы не проинформированы совершенно. Ну, хорошо сейчас ветер в другую сторону. Здесь нечем дышать, здесь жуткие пробки. В общем, мы пообщались с местными жителями, и вот что удалось узнать. Первое. Эта деревня не такая маленькая, как нам кажется. Здесь прописано 40 человек примерно, но на самом деле живет намного больше. Просто не прописано. И второе, оказывается, есть целая телеграм-группа, я лично о ней не слышал, коронавирус строительства. Ну, в общем, мы ее покажем вот здесь вот слева. И здесь 200 человек, все они против этого строительства и недовольны. И показали даже некоторые видео. Довольно странное содержание. Вот это было на поле. Вот такую музыку мы здесь монтируем в больничных корпусах. Как вам? Это вы, или люди могли сделать? То есть это музыку врубали на... Да, и она в первый день, она была с утра, до 10 вечера, пока наши соседи не поехали в штаб. А здесь где-то от больницы до жилых домов 250 метров. С одной стороны, санитарная зона соблюдена. С другой стороны, местные жители все равно переживают, ну, как это обычно бывает. Что же будет с ними, а как на их жизни скажется? Сама стройка, конечно, это очень масштабные работы. Очень много техники, людей. Это, конечно, шум, пыль, краны, люди. Когда стройка закончится, здесь будет уже, как я сказал, современный госпиталь. Здесь не будут тысячи людей перемещаться. Здесь, будем надеяться, небольшое количество людей пройдет лечение. Когда лечение закончится, здесь будет небольшая команда персонала, которая будет поддерживать объект в надлежащем состоянии на случай возникновения каких-то подобных ситуаций. Ни шума, ни каких-то там загрязнений, ни каких-то там беспокойств у людей не будет. У нас расстояние 250 метров от складских помещений наших до ближайшего дома. А лечебные корпуса отодвинуты еще дальше. Тем более, у нас примена мощнейшая система, скажем, обеззараживания вентиляции. То есть, вот, пускай даже не волнуется, мы тройную барьер поставили на вентиляции. Система стоков, да, там вода, значит, там канализационные стоки будет проходить очень серьезную очистку и не будет никуда выливаться, а будет удаляться и на специализированных очистных сооружениях уже утилизироваться. Она будет очищаться здесь и еще дополнительно на наших инженерных больших сооружениях, которые в городе у нас есть. Ну, держитесь. Держимся. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Ну, пять давать не будем, нельзя же, да? Рукой. Давайте. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Будьте здоровы. И вы тоже. Какой трэш. Вот как стройка выглядит. А вы потом придете в чистенькую новую больницу, не дай бог, конечно, но вдруг. И даже не подумайте о том, что здесь была такая грязюка. Вот, казалось бы, идет масштабная стройка, все уже есть, все хорошо, но нужно добавить немножко креатива. Закопаем вирусы вместе с короной. Ну, и, конечно же, портрет начальства Сергея Собянина. Мотивирует, ребят? Так точно. Еще бы ответили по-другому. Первое, что мне хочется сейчас сделать, это помыться. Представляете, у меня пыль даже на зубах. Рабочие каждый день трудятся в таких условиях. Я такой труд очень ценю и уважаю. В то же время очень сильно трудятся и управленцы. Представляете, вот так вот каждые сутки нужно организовать 7000 рабочих, чтобы все вышли и никто не проспал. Во-вторых, одновременно еще и закупать медоборудование для будущей клиники, привозить сюда стройматериалы, чтобы было из чего строить. Подумайте, какими силами, каким трудом вот эти люди возводят для нас будущие больничные койки. Надеюсь, они никому не пригодятся. Ну что, как у тебя впечатления? Слушай, ну все масштабно. Есть, конечно, ощущение, что могут не справиться за ближайшие две недели. Сколько у них? Две недели осталось. Ну что, ребят, теперь ваша очередь делиться своим мнением в комментариях. Что вы думаете по поводу строительства этой инфекционной больницы? И не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик. И, конечно же, в лишний раз, напомню, написать комментарий. И подписаться на этот канал. А, и подписаться на, кто еще не сделал. Те, кто еще не сделал, разумеется. А также, конечно, Саше интересно, хотели ли бы вы видеть его в новых выпусках блога? Вот здесь будет голосование. Но оно будет не здесь, оно будет вот там. Ну вот здесь. Ну, в общем, ладно. Меня, как всегда, зовут Майя Лудкова. Это Саша Макошенец. Увидимся в следующих выпусках. Пока! Саша Макошенец.